Добрый день, благоражаемые коллеги! С огромным удовольствием приветствую всех участников форума из города на Волге. Должна сразу признаться, что за более чем 20 лет профессиональной деятельности в качестве радиотерапевта у меня не было ни одного пациента с первичными сливами плеярой. Максимум 2-3 пациента, которым проводилась сугубо палеотерапия по поводу болевого синдрома. Может быть это в причине того, что мы действительно имеем дело с крайне редкой опухолью, весьма агрессивной, непосредственно связанной с экспозицией асбеста. Может быть это как-то связано с определенными погрешностями в диагностике, когда мистолемы путают с какими-то другими патологическими изменениями плевральной полости грудной клетки. А может быть это просто общее отношение экологической общественности к роли лучевой терапии при мистолеме плевры. Видимо отношение это достаточно прохладное. Что нам ожидать в ближайшие годы? По мнению многих эпидемиологов, истинный масштаб распространенности мистолемы плевр в России неизвестен, поскольку проводились только единичные и очень локальные эпидемиологические исследования. Но есть мнение, что в ближайшие годы нас может ожидать пик заболеваемости мистолемы не только на территории Западной Европы, где ожидается, что примерно четверть миллиона человек умрет от асбеста индуцированных мистолем на протяжении ближайших примерно 10-15 лет. На территории бывшего СССР с середины 80-х годов производилось огромное количество асбеста. Более двух миллионов тонн ежегодно это более половины мирового производства. Для сравнения, в Соединенных Штатах производилось менее 60 тысяч тонн асбеста в год. Есть мнение, что в ближайшие годы действительно нам стоит ждать роста заболеваемости мистолемой на территории бывшего СССР, в частности, и в России. Поскольку от начала экспозиции асбеста до клинических проявлений в среднем проходит 30-40 лет, пик заболеваемости асбеста, обусловленными заболеваниями, как раз и ожидает нас в ближайшие годы. Поэтому мы должны иметь максимально точное представление о том, как наилучшим образом справляться с этой коварной опухолью. Когда речь идет о какой-то агрессивной опухоли, всегда возникает логичная мысль провести более агрессивное, более интенсивное, мультимодальное лечение, направленное на ее ликвидацию. Проспективных исследований в отношении роли лучевой терапии при мистолеомиплевре очень мало. Рядоспективных исследований больше, но, если честно, знакомство с ними вызывает некий когнитивный диссонанс. С одной стороны, да, большинство рятоспективных исследований демонстрируют выигрыш от добавления лучевой терапии, от подобной интенсификации лечения. Но, с другой стороны, причина, скорее всего, кроется не в эффективности дополнительных методов, в том числе и локальных, а в отборе больных. На самом деле, отбор больных, он зиждется на неком прогностическом индексе, размерах опухоли до начала лечения, состоянии пациента, ожидаемой продолжительности жизни. Если все эти факторы складываются в пользу самого больного, то возникает абсолютно логичная идея интенсифицировать лечение, которое он сможет перенести, и тем самым добиться, возможно, лучших результатов. И действительно, если мы посмотрим на данные ретроспективных исследований, хотя бы тех, которые представлены в этой таблице, они в основном относятся к первому десятилетию нашего века, то мы видим, что авторы, в общем-то, добились очень неплохих результатов, по крайней мере, в отношении медианы общей выживаемости. 2,5, 3 или даже 5 лет медианы общей выживаемости, как удалось, например, канадским исследователям, это здорово действительно при такой агрессивной опухоли. В одном из этих исследований авторы очень четко показали, что если на всю популяцию проличных пациентов медианы составляет примерно 16,5 месяцев, то если пациент перенес обширное хирургическое вмешательство в виде экстраплевральной пневмонуктомии, то выживаемость возрастает почти до 22 месяцев. А если к этому добавить еще и лучевую терапию на половину грудной клетки, то выживаемость залетает почти до 30 месяцев. Но опять-таки речь не идет о том, что максимально агрессивное лечение будет максимально эффективным для подавляющей большинства пациентов. Вся проблема в отборе. Что касается проспективных исследований в отношении роли лучевой терапии, примес, длюмиплевры, то здесь все, пожалуй, более пессимистично. Начнем с метаанализа пяти проспективных исследований, которые были относительно недавно опубликованы в 2018 году. Авторы сделали поиск, а по исследованиям их было более 400, основываясь на основных факторах. Во-первых, они концентрировались на локальном облучении после ограниченного вмешательства, в том числе и при биопсиях по поводу попытки верификации мистлюмиплевры. Это были только рандомизированные исследования, которые сравнивали результаты добавления локальной лучевой терапии на зону интервенции либо отказ от нее просто наблюдения. И авторы сконцентрировались на данных по частоте рецидивов в области интервенции. И выяснилось, что добавление лучевой терапии в общем-то никаких преимуществ в качестве профилактического метода для снижения риска рецидива в зоне интервенции не несет. Да, была некая тенденция к улучшению результатов, но тем не менее эти данные оказались статистически недостоверны. Как же в целом относится исследование первого уровня доказательности к агрессивному локальному лечению при мистлюмиплеве? В британском исследовании Марс из 12 центров Великобритании 50 пациентов с изначально резиктабельной мистлюмиплевры сначала получали химиотерапию, а затем рандомизировались либо на продолжение поддерживающего лечения, либо на агрессивное локальное воздействие в виде экстраклевральной пневмоноктомии и лучевой терапии в дозе не менее 50 грей на половину грудной клетки. И выяснилось, что добавление локального лечения только ухудшает выживаемость, снижая ее до 14,5 месяцев против 19,5 месяцев в группе наблюдения. По результатам этого исследования, которое, конечно, немало критиковали, в Великобритании экстраклевральная пневмоноктомия в настоящее время не рекомендована больным с резиктабельными мистлюмиплевыми плеврой. А такой метод, как плевроктомия или декортикация, считается экспериментальным и не рекомендуется к применению вне рамок клинических исследований. Еще одно исследование от швейцарских и немецких авторов САК-17-04 более избирательно отнеслось именно к лучевой терапии в качестве компонента трехмодального лечения. 54 пациента получали сначала неодевантную химиотерапию на основании цисплотина пиметриксета, затем шли на оперативное вмешательство экстраклевральную пневмоноктомию в рамках полной макроскопической резекции, затем рандомизировались либо на лучевую терапию на половину грудной клетки в дозе 56 Грей, либо наблюдение. Выяснилось, что добавление еще одного локального метода лучевой терапии опять-таки не принесло никаких преимуществ ни в плане безрецидимной вживаемости, ни в плане общей вживаемости, из чего авторы сделали вывод, что лучевая терапия не должна рутинно применяться в биванте после химиотерапии и операции. Однако, пытливые умы исследователей пытались найти какие-то другие способы внедрения лучевой терапии, в частности, на неубивантный этап. Это так называемый подход SMART. Основная его идея это предвращение рассеивания опухолевых клеток в ходе последующего оперативного вмешательства. Но проблема подобного подхода стояла в его токсичности. Дозы, которые необходимы для эрадикации, достаточно большие, 45-50 грей минимум, это очень высокая токсичность при подобном огромном объеме облучения. Поэтому авторы были вынуждены останавливаться на меньших дозах. В основном это были короткие гипофракционированные курсы, 5-6 последовательных фракций до 25-30 грей. В том исследовании, которое представлено на этом слайде от канадских авторов, публикации 2016 года, авторам действительно удалось добиться неплохого ответа, но при этом частота летальных и сильно выраженных пневмонитов четвертой степени превысила 6%. Это довольно-таки много. Реально, лучевая терапия имеет основную проблему в данном случае кремис для миплевры. Это высокая токсичность лечения, поскольку необходимо облучать огромные объемы, практически половину грудной клетки. И пусть цифры летальных пневмонитов и пневмонитов в четвертой степени выглядят такими большими, какие-то 1,5-2% по сводным данным, но существование пневмонита в третьей степени, практически у пятой части облученных пациентов, это действительно большая проблема. В настоящее время проводится несколько мультицентрических исследований второй и третьей фазы, правда их не так много, которые оценивают роль добавления лучевой терапии методом МРТ после химиотерапии или плевротомии или декортикации, либо на неводоватном этапе, для того, чтобы прежде всего снизить риск пневмонита в третьей степени и выше, а также улучшить отдаленные показатели выживаемости без прогрессирования или общей выживаемости. Если все-таки говорить о лучевой терапии в качестве одного из методов, который, возможно, на ближайшие годы изменит свои позиции, будет применяться более часто и более регулярно, то здесь нужно всегда помнить о двух основных моментах. Эти моменты обозначены в опубликованном мнении экспертов нескольких крупных профессиональных онкологических сообществ, опубликованных в прошлом году в журнале локальной онкологии. Во-первых, это должны быть действительно современные технологии лучевой терапии, такие как АМРТ, ВИМАТ или ТОМОТЕРАПИИ, то есть те технологии, которые позволят действительно подводить более высокие дозы, 50 ГРЭИ выше, без повышения риска пневмонитов, поскольку эти технологии смогут обойти большую часть интактного легкого и даже еще добавить симультантный интегрированный буст на видимые опухолевые очаги. И второй момент это то, что такое лечение сложное, крайне сложное должно производиться в высокоспециализированных центрах, где действительно умеют, знают, как это делать. Наши турецкие коллеги успели сравнить два подобных метода при мезотелеме плевре, томотерапии и ВИМАТ. Таблица справа, она, конечно, не читаема, но, поверьте на слово, практически по всем показателям отношений ограничений ДОС на критических органах либо по гомогенности распределения дозы на очаге. Томотерапия несколько превзошла ВИМАТ, но, тем не менее, авторы сделали вывод, что оба этих метода могут благополучно использоваться с потенциальным более низким риском развития таких грозных осложнений, как пневмонита. Вот уж где лучевая терапия практически не имеет сомнений в отношении пользы своего применения и эффективности. это паллиативное лечение. Мы прекрасно знаем, что примерно половина пациентов, в том числе из мистелемой плевры, будут реагировать даже на малые дозы лучевой терапии, вплоть до развития полных эффектов. Это подтверждают еще раз опять-таки британские авторы, которые облучали пациентов с распространенной, нерезиктабельной мистелемой плевры, было 54. они получили довольно-таки короткий курс 12 фракций, 36 грей, стандартный паллиативный курс и при этом удалось достичь больше 40% ответов. В тех ситуациях, когда проводится оперативное вмешательство, оно считается цитроредуктивным, то есть остается явная видимая опухоль, лучевая терапия также может сыграть явную позитивную роль. На прошлом конгрессе Эстра в 2019 году на сессии Late Breaking Abstracts было представлено рандомизированное исследование от итальянских авторов, в котором 108 пациентов, прошедших цитроредуктивную операцию по поводу мистелемой плевры и химиотерапию, были рандомизированы либо на объемную лучевую терапию на всю половину грудной клетки в дозе 50 грей с бустом на остаточной опухоли, против локальной лучевой терапии только на остаточной опухоли, рубец. И выяснилось, что сложная, объемная и более токсичная лучевая терапия тем не менее дает в два раза лучшие отдаленные результаты, в частности улучшение двухлетней общей выживаемости, причем данные оказались достоверны. Но правда ценой развития пневмонитов третьей степени выше опять-таки у пятой части облученных пациентов. В любом случае итальянскими авторами подобное подобный метод был предложен как новый стандарт лечения пациентов после цитредуктивных операций. Если говорить в целом о роли лучевой терапии при месторееме плевры в качестве выводов, причем с высокой степенью доказательности, то можно сослаться на клинические практические рекомендации от группы экспертов АСКО, опубликованной в 2017 году в журнале клинической онкологии. Если кратко, то можно отметить следующее. Лучевая терапия как эффективная модальность может быть рекомендована с палеотимной целью симптоматическим больным с мезотелемой плеврой в палеотимных дозах либо в случае асимптомного локального рецидива. Адвивантное облучение половины грудной клетки после цитредуктивных операций также может быть рекомендовано в специализированных центрах. А вот адвивантное облучение половины грудной клетки после радикальных оперативных вмешательств также как и неодвивантный подход может проводиться но только в высоко специализированных центрах и в рамках клинических исследований. Пока же в целом отношение к лучевой терапии примет с льоми плевры в качестве метода радикального лечения достаточно прохладное. И может быть даже стоит больше внимания уделить другому методу локального воздействия буквально пару слов о методе ТТФ или переменные электрические поля которые действуют на опухолевую клетку подобно ряду химиопрепаратов разрывая связи тубулиновых субъединиц нарушая процесс формирования микротрубочек метозе что в итоге приводит к апоптозу. Впервые метод позвучал несколько лет назад в исследовании по глиобластоме головного мозга когда добавление ТТФ к стандартному лечению позволило увеличить отдаленный показатель в частности пятилетнюю выживаемость которую раньше в принципе достичь было невозможно стандартными методами поэтому естественно возникла идея о том чтобы более широко использовать этот метод в том числе и при лечении больных с мезудлемой плевра и в прошлом году в журнале Lancet Oncology были опубликованы результаты пока единственного проспективного исследования с применением ТТФ при мездлеме исследование Stellar в нем 80 пациентов с нерезектабельной мездлемой получали химиотерапию лицесплатином пиметриксидом и одновременно с ТТФ с частотой 150 кГц на протяжении не менее 80 часов в сутки после окончания химиотерапии лечения ТТФ было продолжено до момента прогрессирования результаты сравнивали с историческим контролем только с результатами одной химиотерапии при нерезетабельной мезотелиоме и оказалось что добавление ТТФ позволило в полтора раза увеличить общую медиану общей выживаемости что отразилось на двухлетней общей выживаемости который также оказалось в два раза лучше ценой только минимальных побочных эффектов в основном это были драматиты которые легко купировались и после публикации результатов этого исследования МДИ одобрило ТТФ для лечения больных с нерезектабельными мезлиомой плевры комбинации с химиотерапией я думаю что про этот метод стоит помнить и ожидать новых исследований с его применением на этом все огромное спасибо за внимание и успехов всем участникам форума спасибо за внимание спасибо за внимание Продолжение следует...